Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на мобильную игру под названием Drive Simulator. В этой игре мы будем заниматься различными перевозками, погрузками и так далее. Представлено большое количество разнообразной техники, но пока что сейчас всё заблокировано. И для того, чтобы открывать новую технику, нужно прокачивать уровень и также зарабатывать, естественно, деньги. Вот, смотрите, погрузчик такой вот небольшой есть. Даже полицейская машина на 60-м уровне открывается и 10 тысяч нужно заработать. Также пожарка, смотрите. Кстати, её разблокировать вообще никак нельзя, видимо, она когда-то откроется при определённом ивенте. Так, окей, выбираем сейчас вот такой вот пикапчик и погнали. В первом задании мы, похоже, что-то будем с вами грузить или типа того. Смотрите, у нас имеется вот такой вот прицепчик, который мы можем раскладывать и что-то туда загружать. Мы переключаемся также автоматически на другой транспорт, вот в погрузчик, например. Мы залезли. Персонажа здесь, кстати, нет, он не отображается, но это и к лучшему, на самом деле. Мне кажется, персонаж бы убого смотрелся. Так, окей. По всему нам нужно погрузчик сюда засунуть. Или что-то погрузить, не очень понимаю. Да нет, вряд ли. Похоже, действительно нужно заехать на погрузчике прямиком. Вот сюда вот он должен поместиться. Несмотря на его выпирающий передний погрузочный механизм. Так, немного задел. Ладно, давайте выровним. Выровняем, чтобы прямо. Блин, камера скачет. Вот это вот мне не очень нравится. Выравниваем. И аккуратно заезжаем. Готово. Да, действительно нужно было погрузчик туда загнать. Так, закройте теперь прицеп. Вот, нам говорят. Закрываем. И теперь нам нужно доставить куда-то этот погрузчик. Так, а камеры от первого лица, похоже, нет, друзья. К сожалению. Выглядит все симпатично достаточно. Но хотелось бы камеру от первого лица. И было бы здорово, если бы маячки приблизковые включались. У нас есть только ручник и все. И с кнопок управления открывается шлагбаум. Даже поворотник не включить, к сожалению. Посмотрите, какой здесь идеальный асфальт просто. Как будто новенький. Так, тихо, мужик, притормози. Ядрись у него тормоза, конечно. Что моментально затормозил, кто-то сигналит. А мы аккуратненько, смотрите. Ну, это забавно, конечно, выглядит. У них никакого тормозного пути вообще нет. Они сразу останавливаются мгновенно. Будто заморозка какая-то происходит. Тут у нас заправочка. И, я так понимаю, никакой транспорт нам заправлять даже не нужно. Вообще на протяжении всех заданий, хотя не знаю. Не буду голословен. Так, и вот здесь какая-то строительная база. Сюда нам нужно и привезти погрузчик. Разворачиваемся. Тихо. Я, кстати, так не торможу, друзья. У меня тормозной путь есть. Видимо, у всех ботов машины будущего. А у меня старый транспорт. Так, нужно немножко назад сдать, чтобы попасть в эту зону. Теперь мы снова переключаемся. Опять же, спускаем механизм. Открываем у прицепа. И, видимо, сейчас нужно будет где-то расположить этот погрузчик. Немного покачивается наша тачка. Или мы сейчас что-то грузить даже будем. Интересно, сколько мне заплатят за это задание, потому что бабла здесь... Бабла здесь нужно немеряное количество, чтобы открывать, покупать, точнее, приобретать весь этот транспорт. Даже тормозной путь гигантский у погрузчика. Если я не сильно разогнался. Да, похоже, просто его нужно вот сюда установить. Теперь мы закрываемся и возвращаемся, видимо, на базу. Либо сейчас миссия завершится. Так, нет, не завершилось. Да, нужно вернуть машину на парковочную зону. Запарковать тачку. И только потом миссия закончится. Ведь это все нужно делать до конца. Ладно, погнали. Тут, в принципе, недалеко. Так, где только выезд я забыл. Честно говоря, по-моему, я его проехал. Тихо, притормозим. Да, вот он, выезд. Может быть, это один из выездов. Я даже особо внимания не обращал. Больше всего бросается в глаза в подобных играх, во многих, на самом деле, играх, замыливание асфальта. То есть дальность прорисовки здесь страдает. И асфальт также замыливается в метре буквально. Выглядит это не очень эстетично. Мягко говоря, так, немножко на тротуарчик заехал. Мужик, тормози. Нормально, успел. И вот сюда мы паркуем наш пикапчик. Немного задел. Ёб твою мать. Кстати, подвесочка сейчас нам во всей красе продемонстрировалась. Все, готово, друзья. Первое задание. Второе уровень мы сразу прокачиваем. Надеюсь, сейчас будет что-то поинтереснее. Можно удвоить также опыт, просмотрев рекламку. Но мы этого делать, понятное дело, не будем. Какое-то приключение в аэропорту, друзья. Да, замечательная игра. Только дайте мне продолжить. Какой-то временный ивент, что ли. Мы, кстати, можем выбрать, похоже, любую миссию, которая подходит нам по уровню. Так, ну давайте. Ну ладно, давайте следующую. Там уже, смотрите, с использованием крана. Что-то будем грузить, видимо. На этом грузовик. Погнали, посмотрим, что это за миссия. На этот раз нам демонстрируют сразу полный список заданий. Нам нужно открутить гондёры, судя по всему, и куда-то их отвезти. Так, окей. Потом прокануться на грузовик. Давайте посмотрим. Вот такая вот техника. Непрозрачные окна. Просто текстуркой сплошной сделаны. И элементов... О, кстати, камера. Теперь камера появилась внезапно. Камера от первого лица. Почему у пикапчика не был? Ну, вот так вот гораздо лучше смотрится. Так, выезжаем. Руль прокручивается по несколько раз. Всё как нам, друзья. Потихонечку мы отправляемся. Так, здесь надо было повернуть. Нормально. Уместился очень узкий улочки. Как будто, блин, в каком-то Китае нахожусь. Здесь достаточно трудно протиснуться. Особенно крупногабаритные техники. Блин, я пропустил свой поворот. Придётся круга летать. Честно говоря, не хочется разворачиваться здесь. На этих улицах. Потому что это не очень легко, как вы видите. Так, притормаживаем. И теперь вот так вот нам нужно заехать. Самолёты, кстати, летают. Аккуратненько. Приключаем камеру. Ну, почти, почти идеально проканулся. Всё же придётся назад. Судя по всему сдать. Или я задом должен сюда заехать. Сейчас посмотрим, друзья. Давайте сначала передом попробуем. Так, видимо, действительно задом. Нам нужно подъехать. Для того, чтобы воспользоваться непосредственно этим краном. Так, заезжаем. И теперь мы берём под управление кран. Да, и смотрите, здесь несколько элементов управления. Мы его выдвигаем. Так, вот аккуратненько. Сейчас посмотрим, получится ли у меня цепануть вообще. Так, ну давайте поворачивать. Потихонечку поворачиваем. Приподнимаем. Ещё поближе. Интересно, насколько мы можем. Давайте попробуем максимум. Ну, видимо, это всё. На максимальное расстояние вытащить этот кран. Это всё, максимум. Так, теперь аккуратненько. Спускаем. Цепанул. Смотрите, всё замоталось автоматически. Никакие люди нам не нужны. Всё автоматизировано, друзья. Так, и потихонечку нам нужно теперь спускать. Там один кондёр, по-моему, нужно взять. Вопрос в том, мне обязательно поворачивать? Судя по всему, да. Нужно аккуратно повернуть. И потом потихонечку уже спускать. Так, давайте ещё немного в сторону. Аккуратно спускаем. Ну, должно быть нормально. Мне кажется, можно уже опускать до конца. Да. Отлично, друзья. Так, что мы делаем дальше? А дальше мы грузим ещё один кондёр. Блин, я думал, мы отделаемся одним. Так, ну окей. Мы теперь разбрались с управлением с вами. Можем с легкостью зацепить. Поднимаем. Угодняем. Наверное, и так зайдёт. Но давайте на всякий случай. Повернём в нужную сторону. Так, цепанул или не цепанул? Нет, всё-таки нужно идеально. Нужно, похоже, идеально, друзья. Разместить кран для того, чтобы его зацепить. Чуть-чуть вперёд. Так, ну у меня проблемы, кажется, друзья. Ладно, давайте попробуем так. А нет, нормально, нормально. Всё замечательно. Так, окей. Тащим снова. В наш кузов. Ещё один кондёр. Аккуратно размещаем. И в этой игре, друзья, очень много разнообразной техники с рабочими всеми этими механизмами. Выглядит пока очень даже неплохо. Так, надо, наверное, вот так вот разместить. Аккуратно сместить. И вот теперь можно уже опускать. Ну, немножко кривовато, но мне кажется, и так нормально встанет. Да, нормально, друзья. Всё. Ну, замечательно. Кондёр мы погрузили, всё автоматически собирается. И теперь мы, честно говоря, никаких тросов не использовали, чтобы их закрепить в этом кузове. Будем надеяться, что они болтаться не будут. Давайте сначала посмотрим, как это выглядит от третьего лица. Вроде не болтается, смотрите. Всё-таки скотчем как-то замотали, видимо. Да, даже вот мансую, поворачиваю, и всё замечательно. Окей, переключаемся на вид от первого лица. И погнали. Осталось только парковаться. Вот такая вот тоже небольшая миссия. Это всё начальное. Они не сложные. Дальше вроде как там миссии идут, где нужно достаточно много времени затратить на их выполнение. Так, заворачиваем. И вот сюда паркуем наш кран. Нам нужно будет разгружаться, интересно. Да, судя по всему, нам нужно будет разгружаться ещё, друзья. Окей. Погнали. Не очень удобно, конечно, всем этим управлять на эмуляторе с помощью мышки. Смещаем. Чуть-чуть назад. Я иногда задеваю камеру вместо того, чтобы именно выбрать элемент управления. Так, и куда нам всё это дело разгружать нужно? Видимо, вообще, неважно куда, просто в эту зону большую, как вы видите. Окей, это к лучшему. Не придётся сморочиться ещё с расположением объекта. Так, надо вытянуть. Ну, куда-нибудь вот сюда прямо и положим, пожалуй. В зоне же, да, всё нормально. Так. Следующий. Аккуратненько, крюком немного поцарапал. Но, я думаю, работодатели наши не заметят абсолютно ничего. Ну, давай, цепляйся. Со второго раза как-то зацепилось, просто поводить крюком надо было. Так, теперь мы снова вытягиваем механизм, поворачиваем и размещаем где-то вот здесь вот рядом. Похоже, нам сейчас нужно будет ехать и парковаться ещё дополнительно. Видимо, мы не здесь оставим наш грузовик. Мы сюда только отвезли. Да, действительно, друзья. Сейчас будем ещё выезжать и парковаться. Не хватает радио ещё какого-нибудь. Так, нормально. Зеркала, кстати, работают. Твою мать, поцарапал, по-моему, чью-то машину. Ещё страшно. Страховка всё покроет. И в зеркалах даже не низкое разрешение, хотя прорисовка, опять же, оставляет желать лучшего. Можно вот так вот вращать камеру в кабине. Было бы здорово, если бы ещё и зеркало заднего вида работало, конечно. К сожалению, оно не работает. И вверх-вниз также посмотреть от первого лица нельзя. Никакой трафик здесь густой. Даже не обогнать этого чувака. Ограничитель, смотрите, 50 км в час. Или здесь в милях, не знаю. Утащимся мы еле-еле за этим фургончиком. Хотя раскочегарить грузовик наш я могу и получше. Но, в любом случае, мы уже доехали. Заезд где-то справа. Блин, как они резко поворачиваются, так же, как и тормозят. В отличие от меня, я как будто пьяный какой-то водитель по сравнению со всеми здесь ботами. Так, всё, проканулись. И готово. Завершаем следующее задание. Получаем третий уровень, друзья. Возможно, там уже какая-то техника открылась. Давайте, кстати, посмотрим. Да, ну, собственно, вот этот вот кран у нас теперь доступен. Мы можем его использовать в свободном режиме. Я даже не представляю, чем там заниматься нужно будет в свободном режиме. Делать что угодно. Задавать себе самому, что ли, задание. Далее уже грузовичок вот такой вот открывается на четвёртом уровне. Ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать. Ссылку на игру, если что, я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.